Привет, меня зовут Сымар, и сейчас мы направляемся в город Баган. Точнее, не город, на территорию Баган. Самое туристическое место в Мьянме, а сейчас вокруг грёбанная пустыня. Грёбанная, сорокорядостная пустыня. Итак, Баган. Древний город тысячи Багат. Самое распиаренное место Мьян в интернете. Красивейшие виды. На самом деле, всё оказалось немножко по-другому. Начнём с того, что Баган — это не город. Это территория археологических раскопок, за въезд в которую, кстати, с вас попросит 25 долларов. Возле территории есть два небольших посёлка — Нью-Баган и Ньянг-У. Это самые обычные сёла, в которых нет ничего, разве что в Ньянг-У есть большая центральная пагода, но она не отличается от других пагод Мьянмы. А это обряд совершеннолетия для детей Ньянг-У. После этой процессии они отправляются в монастырь и могут быть монахами какое-то время, после чего вернутся в семью или нет. Но продолжим о Багане. Во-первых, пагоды стоят не так близко, как на открытках расстояния между ними — от ста метров до полукилометра. Во-вторых, древние храмы, древние пагоды Баганы — это, конечно, очень круто, красиво, своеобразно, но большинство пагод снаружи выглядят вот так. Да, вокруг них везде рынки, 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 рынки. Уходим, иначе нас будут сейчас фоткать и одевать. Да, возле каждой большой пагоды вас будет ждать рынок, на котором вам будут пытаться впарить штаны со слонами, открытки, амулеты и, в общем, всевозможную туристическую хохламу. Внутри небольших пагод вас, скорее всего, будет ждать местный житель, который будет тоже вам пытаться впарить открытки, амулеты, фотографии, что угодно. Еще в Багане очень красивые рассветы и закаты, но проблема в том, что территория Багана — это совершенно плоская степь, поэтому на единственном холмике, с которым можно наблюдать закаты пагодами, собирается просто чертова уйма туристов. Но зачем же холмик, если можно залезть на пагоду, спросите вы? Да, можно было, но до прошлого года, когда многие пагоды порушили землетрясением, размыло дождями, сейчас большинство лестниц прикрыто решетками, залезть можно буквально на 3-4-5 штук, но и там будет толпа людей. Хотя вид с крыши, конечно, намного лучше, чем с холма, особенно на рассвете, когда в небе куча воздушных шаров. Кстати, интересный факт об этих самых шарах. На самом деле не в сезон летает довольно мало людей, то есть заняты 2-3-4 шара, а остальные шары — это просто шары, в них сидит один человек, который, собственно, запускает этот шар, чтобы создать иллюзию массовости, чтобы туристы не прекращали ездить в Баган. А вот это безобразие, на котором мы здесь катаемся, называется е-байк — электрический мопед. Обычный проказ здесь не дают, приходится кататься на этом. Он очень легкий, вообще пластмассовый, у него маленькие колеса, он постоянно буксует на песке, но что дают? Ах да, еще максимальная скорость у него — 40 км в час. Вообще, Баган довольно интересное место, его, конечно, стоит посетить. Главное — прикрутить ожидания, не искать открыточные виды и приготовиться к тому, что здесь будет очень много людей. Ну пока, ну у меня все, как и на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите на закат.